Ожившие письма – это совместная работа телерадиокомпании Анапского археологического музея и театра студии «Пигмалион». Для создания проекта были использованы подлинные фронтовые письма анапчан, участников Великой Отечественной войны. Читали их потомки тех, кто отдал свою жизнь ради победы. Вот скоро уже два месяца, как я нахожусь в Венгрии. Прошел ее всю, почти до самой австрийской границы. Скоро будем воевать в Австрии. Пока что жив и здоров, и жизнь идет, в общем, замечательно. Милая мама, никогда не беспокойся, когда от меня так долго нет писем. Это значит, что я жив и здоров, а случится что-либо со мной и без меня напишут. Было очень приятно, что многие из участников этого проекта, я имею в виду детей актеров театра студии «Пигмалион», ну, они хотя бы тоже вспомнили своих прадедов, которые 73 года назад, больше чем 73 года назад победили в Великой Отечественной войне, принесли мир и свободу. Я надеюсь, что этот проект будет интересен как взрослым, так и детям. В основу проекта «Говорящие памятники» вошли истории трех героев Советского Союза, которые погибли в Анапе, Ивана Голубца, Сурена Аракеляна и Дмитрия Калинина. Из всего отряда я остался один. Автомат свое отработал. В последнем диске не осталось ни одного патрона. Я, раненый в правую руку и ногу, пошел на врага, сжимая здоровой рукой последнюю противотанковую гранату. Это не первый и, естественно, не последний наш проект на эту тему, поскольку День Победы – это, прежде всего, память. Память о той цене, которую пришлось заплатить в этой Великой войне. Этот год посвящен 75-й годовщине освобождения Кубани. Телевизионные проекты, по словам библиотекарей, не залежатся в архивах фондов. Здесь запланировано большое количество мероприятий об истории Великой Отечественной войны. В библиотеках, конечно, есть богатый ресурс. Это потрясающий патриотический фонд, который помогает нам в работе по воспитанию патриотическому и просвещению электронные базы данных, традиционные базы данных. Но, тем не менее, вот этот проект действительно станет хорошим подспорьем в проведении массовых мероприятий. Вечная слава вечно живым!